Мне очень хочется, чтобы вот этот фильм, который сейчас зритель смотрит, чтобы как можно шире молодые видели, знали, что у таджиков был свой герой, фронтовой кинооператор. Не просто с оружием в руках, а и с киноаппаратом снимал и боролся за свободу Родины. Очень искренне, не потому что его тащили на фронт, а потому что это он делал искренне. И вот все то, что снято, это свидетельство труднейшего времени борьбы за свободу Родины. И мы, таджики, можем гордиться маматкулом арабовым, наше поколение. И мне очень хочется, чтобы будущее поколение, наши дети и внуки знали и гордились маматкулом арабовым, чтобы он стал примером для того, чтобы таких было больше. Ибо если не знать про таких, как маматкул арабов, это можно тогда потерять ориентацию в жизни. А очень важно быть и самотворяженным, и честным, и достойным, и преданно любить свою Родину. Ему было 16-17 лет, когда отца посадили. Он 21-го года, значит ему было где-то 17 лет. То есть он достаточно взрослый человек был, отца хорошо знал он. Он как бы больше рассказывал о бабушке, вот насколько я помню, потому что он очень любил ее. Он рассказывал о своем детстве, то что когда нечего было есть, бабушка продавала свое платье, и она отдала ему продать свое платье. Он ребенком, значит, отнес это платье, и на эти деньги он должен был купить хлеб. И, значит, нес этот хлеб с гордостью, с гордостью, и на одной из улиц была собака. Он испугался этой собаке, хлеб упал, он убежал. Дома его очень сильно ругали, что он потерял этот хлеб. Я что помню об отце, о дедушке, он до последнего пытался найти могилу отца. То есть его же расстреляли в 1938 году, то есть это однажды пришли домой, забрали, и потом неизвестно, где его похоронили. И вот до последнего он пытался, то есть обоставлял факты, где это может быть, это место. То ли это может быть за цементзаводом, да, где-то там, наверное, в Бухари. В Душанбе. Когда мне было 14 лет, отца не стало. Сейчас кажется, что мы почти не успели пообщаться при жизни. Так и не поговорили на взрослые темы. У меня сохранились обрывки ранних воспоминаний, которые запечатлели детали. Интонацию голоса, его привычку курить, нашу дорогу в киностудию, мое рисование и его критические оценки, мои рассказы и вновь его критические оценки. Вот видите, какая сухая муша? Да. Во, видишь? Они уже сами. Со мной, ребенком, он, безусловно, был другим. Каким же он был на самом деле? Чтобы заново его узнать, я решила посетить людей и места, которые посещал он. И, конечно, вспомнить его фильмы, попытаться восстановить их. Это фильм отца «Я не умру», беззвучную черновую копию которого я случайно нашла в фильмотеке киностудии. Фильм 1994 года считается утерянным. Как же он должен был звучать? Каков был авторский текст? Я могу никогда не узнать этого. Отец происходил из семьи арабовых, предки которых обосновались в Бухаре во времена муслима Ибн Кутейвы. Оба его деда по материнской и отцовской линиям были двоюродными братьями, крупными финансистами и торговцами каракулем, журобеком и меркалоном арабовыми. О том, как умело они вели торговые дела, упоминал в своем дневнике друг семьи, просветитель Мухаммад Шарифи Цадразия. В свое время журобек арабов являлся опекуном юного Файзулы Хаджаева, будущего руководителя Бухарской Народно-Советской Республики. В 1920 году журобек арабов также возглавил бухарскую делегацию, направленную Эмиром Алимханом к Владимиру Ленину для ведения мирных переговоров. Однако не успели они вернуться, как армии большевиков уже вторглись в Бухару и осуществился политический переворот. Алимханом к Владимиру Ленину В этот раз я навещала Бухару одна, пытаясь выпутаться из затейливого клубка из-за узких улочек, которые становились пестрее и непостижимы с наступлением сумерек. В центре Бухары существовал гузар Арабон, в котором были расположены торговый дом арабовых, караван-сарай, мечеть Арабон, построенная на средства арабовых. Дома журобека и меркалка. Мне вспоминались отцовские рассказы о его детстве. Половицы прадедушкиных домов скрипели под ногами, как и 89 лет назад. В мутном стекле и зеркалах, казалось, отражалась моя бабушка Шаруфат, а чуть выше стеной ниши зияла дыра, в которой уже после установления советской власти нашли наспек спрятанные драгоценности. По происхождению арабы. Арабы курищити, то есть они родственники пророка нашего Мухаммеда. И поэтому они были расположены внутри города. Это самый центр города в то время был. Это 714-716 годы. Их предки всегда жили в Ухаре и были всегда в центре внимания всех правителей. Почему? Да потому что они были курайщиты. Только и поэтому. И были честные очень. Честные, добросовестные. Здесь были использованы самые последние того времени достижения. Я могу просто сказать, что в 1880-х годах все гремели в этой кирпичи так называемые. Они по всей Ухаре, даже из-за носа, корши, покупали у него, у некого Махмуда Пшак. Пшак это кошка. Он так любил кошек, что он когда работал, на нем зависали вот эти кошки. И у него была печать кошки. Эти кирпичи были самые дорогие в то время. Это можно доказать тем, что до сих пор, вот прошло 150 лет почти, вот здесь вот, пожалуйста, вот они, пожалуйста, вот. Вообще удивительно, вот они. Остальные, те кирпичи, которые без кошек, вот они, вот. Везде. Так. А те кирпичи, которые не Махмуда Пшака, да, они все, вот, треснутые, приняли совсем другую форму. В 1906 году, когда встретились в Ливадии эмир Ахатхон, Саид Ахатхон, и Николай Второй. Там они договорились о том, что будут модернизировать форму офицеров российской армии. Как раз это было после Цусимы, после японской, вот, самое, поражения этого Российской империи. Нужно было менять облик всех офицеров. И вот имя Саид Алим Ахатхон предложил Николаю Второму о том, что место контрибуции дать ему вот эти вот смушками оплатить. И в первое время было 15 тысяч смушек представлено ему. Тогда он пришел в этот Бухару, на Ахатхон. Он издал приказ о том, что никто без его разрешения не имеет права продать, то есть вывезти в каракулевые смушки. Тогда, значит, он всех упразднил, все эти фирмы, он упразднил и все отдал в руки Джарабека Арабова. Он считал его самым честным человеком среди всех меценатов и дал ему вот эту вторую барра, которую мы еще увидим. И рядом он построил банк из-за того, что он отвечал за экспорт этих вот смушек в Россию. У него был свой банк, российские деньги поступали к нему в банки, а потом это передавались еврейской казни. В стенах реконструированного торгового дома братьев арабовых недавно была создана арт-резиденция Бухарской школы миниатюры для одаренных детей. А упомянутый сарой Бара Каравансарай планируется реконструировать и модернизировать как отель. Вот если выйти отсюда тут есть ворота ворота называется Саллахона что такое вообще-то Саллахона Саллахона это сюда приводили сейчас за барашками едут куда-то в степи степки а тогда приносили все сюда и тут же они выбирали вот это 50 штук таких 30 вот и тут же их это резали и мрали смушки здесь и много народу у него работало по сушке этих смушек он обеспечивал вот эти вот людей работой после революции после 22-го года после 20-го и потом когда он вышел 22-го года была очень такая бедность голод был и вот он находил людям работу и они жили поглядь жить почему его вспоминают из-за щедрости души он был очень щедрым и занимался благотворительностью он находил эти время для того чтобы готовить халису вот это халим да называется халису для того что народ не голодал каждую неделю один раз он организовал вот это мне рассказывали вот этот олимбек бобо потом сафарали бобо которому сто лет было да уже когда он сам его видел вот тогда вот они сюда приходили и сидели мне рассказывали все это в годах когда был развиты джадидизм в Бухаре арабовы тоже внесли большой вклад в культуру в развитие Бухары ввели очень много новшества в технице строились заводы фабрики типографии есть значит в истории в архивах записано что арабовы содержали типографии содержали детские дома содержали очень много бюджетных для того времени и при мире и после мира я думаю что то что они создавали к чему они стремились осталось и существует по сегодняшнему даже их дом который остался после них после их уезда забросили эти дома эти дома служили для государства для советских людей служили там был музыкальной школы там были другие государственные органы кабинета стало быть и в то время и в сегодняшний день всегда то что имя было построено хорошим намерениями они по сегодняшним людям служат отец был не первым в семье которого захватила магия зарождающегося вида искусства кинематографа он последовал примеру дяди Олимбека Арабова отца будущего таджикского звукооператора и режиссера Батура Арабова в 1924 году Олимбек Арабов вращавшийся в просветительских кругах был назначен директором Бухара русского кинотоварищества Бухкино у Истоков стоял Юсуф Зады он в то время работал в представительстве Бухарской Народно-Советской Республики в Москве здесь у Истоков стоял не только Юсуф Зады но и Файзулла Гаджаев который возглавлял Бухарскую Республику была конечно доля участия мы можем говорить об этом у Фитрата профессора Фитрата создать именно в Бухаре такую киноорганизацию которая могла бы обслуживать свои продукции фильмами и какими-то копиями населения Бухары фильмами и вместе с этим конечно это был еще и грандиозный коммерческий проект создавать фильмы для народов Востока и продавать их то есть другие страны Иран арабские какие-то страны и именно чтобы фильмы были как бы рупором носителем идей социализма идеалов советских идеалов Бухкино явилась первой киноорганизацией на территории всей Центральной Азии а Олимбека Арабова можно назвать первым бухарским кинопродюсером самое интересное что к 25 году мы знаем что конец 24 начало 25 уже политические системы немножко она стала меняться и здесь уже национальное размешивание происходит и к этому моменту у правительства бухарского правительства денег как таковых не имелось для создания фильма а киногруппа уже приехала и там получается такой выход что вот назираты назираты просвещения торговли они предоставляют уже утварь предоставляют реквизиты собирают массовку и со своей стороны делают все возможное для того чтобы этот проект осуществился и Фазюла Хаджаев представляет свою резиденцию для киногруппы и мы можем увидеть как раз таки Бухару 24 года а павильонные съемки были сделаны уже в Ленинграде и в Ленинграде и в Ленинграде в Ленинграде и в Ленинграде в Ленинграде и в Ленинграде Вот там есть сцену у Лука ну правда статичная камера у них особых-то возможностей не было но тем не менее это было все воссоздано И на этих актерах это были настоящие, это была гардеробная Эмира Бухарского была предоставлена. Вся вот эта златошвейная, когда у нас искусствоведы увидели это все, вот мы показывали какие-то фотографии, они говорят, да это настоящие работы, вот такие златошвейные. Долгое-долгое время там было несколько халатов, там Сюзанне, оно во всех фильмах. Шах и Лузе, будущего узбек фильма, то есть участвуют вот эти детали, потому что это была настоящая роскошь. Сюзанне Отец моего отца, сын Мирколона, в годы Бухарской народной Советской Республики служил депкурьером. А затем он был назначен заместителем директора Бухарского дома просвещения в Москве, который специально был образован советским правительством, взявшим культурное шефство над подрастающим поколением бухарцев. Бабушку Шаруфат, маму моего отца, я никогда не знала. Она скончалась, когда мне было всего четыре дня. Бухарский дом просвещения располагался в стенах особняка промышленника Степана Рябушинского. Шахматом детей там обучал мастер спорта, черчению архитектор, санитарному делу врач. Романтический кружок вел классик Советского театра и кино актер Николай Баталов. Танцы преподавала Айседора Дункан. В начале 1930-х годов Мерколон и Джурабек Арабовы были репрессированы. Имущество конфисковано, после чего их семьям пришлось переехать из Бухары в Сталинабад. В 1938 году участь отца и дяди постигла и дедушка Абдукадыра. Отец в 1939 году был направлен на учебу на кинооператорский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве. А в 1941-1942 годах проходил практику в качестве помощника режиссера на Сталинабадской киностудии. Отцу было 22 года, когда он после окончания ВГИКа приступил к работе военным корреспондентом Центральной студии документальных фильмов действующей армии 1-го Украинского фронта, в которой служил до завершения войны, пройдя с киноаппаратом до города Бресла. В числе 257 фронтовых кинооператоров он стал первым и единственным фронтовым кинооператором из Таджикистана. Когда человек рядом стоящий погибает, а ты остаешься живых, это непередаваемо. Второе страшное впечатление о войне, это то, что мне удалось вместе с оператором Воронцовым снять преступление гитлеровцев. Это было в Западной Украине, Кременец. Приехала к Государственной комиссии, и они раскапывали ров, в котором захоронены были 300 детишек в возрасте от 2 до 12 лет. Было тяжело смотреть, потому что слезы закрывали, понимаете, что это визир, я не мог видеть. Сушинский. Он был 27 лет. Он был в жизни, умеет, но с удовольствием по кастбе оперативной войны, который был в жизни. В Бреслау и Германия, в последнее время, я был в голове. Позже, в 1995 году, отец создаст документальную картину «Память сердца». Проклятым Бреслау, наша 6-я армия, генерал Глуздосков, 6 месяцев осаждала его, держала в осаде. Это был такой сильно укрепленный город-крепость. Мы 4 месяца снимали. У нас очень большие жертвы были в военной кинохронике за всю войну. Еще не было случая, чтобы два военных оператора самых выдающихся погибли в этом Бреслау. Два оператора были тяжело ранены, в том числе я. Перебирая архивные материалы, всплывают случайные факты. В 1945 году на торжественном митинге в честь Великой Победы на одной площади оказались Мухаммаджон Шукуров, сын Мухаммада Шарифиса Адр-Сия и Ибрагим Арабов, внук Джарабека Мерковова. Горячий отклик трудящихся встретили выступления директора Стальнобадского педагогического института товарища Шукурова, руководителя комсомольско-молодежной бригады завода имени Арджоникидзе товарища Арабова. А как вы попали мамат Кулака на Победу? Я был фронтовым оператором Первого Королевского фронта от Центральной студии Компания Фильма. И за удачные съемки в Брославу оказался удостоен этой чести в числе 38-ми военных операторов со всех фронтов отобрали для особого задания в Москве для этих съемок. И я приехал в Москву в Талат Кобеду. Сделали два фильма, цветной и черно-белый, полнометражных. Я просто рад, что какую-то маленькую последнюю лепту внесли в эту нашу Победу, зафиксировав грандиозный великий Парад Победы. На основании приказа Комитета по делам кинематографии при Совете Народных Комиссаров от 12 июля 1945 года Арабов откомандировывается на работу на Сталинобадскую студию. Однако на Сталинобадской студии отец проработал в этот раз недолго. И в середине 1946 года был назначен оператором Центральной студии документальных фильмов в городе Свердловск. Я рассматриваю фотографии, сделанные отцом на севере, куда он был командирован как кинодокументалист. Пейзажи, люди, жилье. Все то, чем он дышал в тот момент. Отдельные кусочки его жизни, неизвестные мне, я пытаюсь вязать в эпизоды. КОНЕЦ 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 В начале 1950-х годов отец вернулся в Сталинобад и вновь устроился кинооператором и режиссером кинопериодики, киностудии, который позже стал называться «Таджикфильм». Работа на эвакуированных киностудиях в Алмате и Сталинобаде и позже во фронтовой кинохронике в условиях острого дефицита кинопленки научила аккуратности, точности и оперативности. Ведь операторам разрешалось печатать для монтажа в те годы всего один дубль, а второй только после особого разрешения дирекции. Эта дисциплина наложила отпечаток на его характер. КОНЕЦ 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 Удальше у нас нет ни гоểт��� gente, возможно, для мо explains. Например, мы сколько рукам, днай, но meal там еще у них есть. Но в жизни мне много кто еще учитывает дела- Например, в сфере работано третьи матрицы. Мы все делали твои собственники Bueno, в верхних силах и subconscious оказалось и нес includes mates. К экономике, это битвы rewrite. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, всегда был строгий, собранный, я буквально вот перед тем, как нам встретиться и попытаться его вспомнить, у меня все время картинка перед глазами, хроника была на втором этаже, через эти перила, и вот я его в моей памяти в раннем периоде фиксировал все время, его спящащего туда, в хронику, отдел хроники был, понятно, да, где на старой киностудии, на втором этаже, через перила вот эти балкончики, потом там был союз кинематериатистов, а там была хроника, и вот я его вот в такой кепочке, спешащего всегда, вот его невозможно было видеть в каком-то вот расслабленном состоянии, он всегда был очень собранный и очень активный, может быть потому что, кроме всего прочего, вот это вот, видимо практически, и он не смог даже толком учиться, потому что только он поступил, ну то есть, это же процессы войны, потом переселение, кажется, в Алмату, или эвакуация, и потом на фронт, и все это вместе в нем, вот это вот, на фронте он себя проявил не только как талантливый фронтовой кинооператор, потому что для фронтового кинооператора это нужен особый талант, и прежде всего, самотверженность и смелость, и те люди, которые соприкасались с ним, а ему приходилось же в очень тяжелое время, это 44-й год, 45-й год, уже ближе, как бы, вот эти, к Берлину, и, насколько мне известно, то, что им было снято, отдельные фрагменты вошли в документальные фильмы, в периодиках, то есть, вот, вся его, как бы, ранняя жизнь, она его сформировала, как вот такого бойца на всю оставшуюся жизнь. После ВГИКа, когда я приехала на киностудию Таджик-фильма, впервые увидела Мамат Кула, который был чем-то возмущен, он был весь как пружина натянутая, и я спросила кого-то из ребят, а кто этот человек, они мне сказали, как кто, это Арабов, это ведущий оператор, очень талантливый человек, очень искренние фильмы были у Мамат Кула, очень, ну, это наложило отпечаток его характер и его военная работа. Нельзя лгать на войне, вы понимаете, когда у оператора камера, которая, Аймо, которая 30 метров, механика, и снимать самые болевые точки, и этому его научила жизнь, прожитая во время войны. Да, не все гладко было в творчестве Мамат Кула, и это зависело от его характера. Вы понимаете, в то время это был Советский Союз, над нами был райком партии, горком партии, ЦК партии, и все давали свои ценные указания. Он понимал, что он человек, который может что-то сказать. Не всегда ему это давали, и не всегда ему это удавалось. К сожалению, вы понимаете, потому что таких людей, как Мамат Кула, надо было ценить. Это, конечно, достояние республики было. Ну, знаете, есть такая пословица, нет пророка в своем Отечестве. К сожалению, так случилось и с Мамат Кулом, когда он уехал на Узбек кино. Но возглавлял документальное кино, тоже фронтовик. Понимаете? Поэтому, я думаю, Мамат Кул нашел человека, который тоже понимал, что такое фронтовой кинооператор. К теме родной Бухары, и в частности, бухарской интеллигенции, отец возвращался не раз на протяжении своего творчества. Помню, что настольной книгой были воспоминания Садридина Айни. Мне кажется, отец нуждался в том, чтобы переосмыслить события начала века и связанные с ними свои детские воспоминания. Наверное, точно так же я ощущала эту потребность перед тем, как приступить к фильму об отце. Не помню, это было так или не так, но когда он очередной раз как-то уехал в Ташкент, это было результатом какой-то его стычки с кем-то. Я что-то кого-то, по-моему, спрашивал, что-то я говорю, я к Мамат Кул что-то не вижу. Мне сказали, а он уехал. Я говорю, а что он уехал? Ну, что-то там, какая-то идея, которая она не прошла, и он ее пробивал. И ушел, не вернулся на студию. Вы знаете, в узбекской студии кинохроники, на ней работало 26 операторов. Ни одна студия Советского Союза в то время не имела такого количества операторов. И это были прекрасные операторы. Ни один режиссер, который приезжал из-за границы, или из Москвы, или из Тбилиси к нам снимать, он никогда не привозил с собой операторов. Потому что операторы были лучшие. У нас, видите, кроме Мамат Кулакя был еще один фронтовый оператор. Это был Малик Таюн. Тот, значит, был на фронте недолго. Так что это было два оператора. Но они никогда не лазили между собой. Потому что Малик Таюн, для того, чтобы стать известным, он все эти фильмы приукрашивает. Понимаете, если снимают девушку, надо, чтобы были крупные и красивые глаза, обязательно какая-то одежда. Понимаете, если говорить о Мамат Кулакя, человек, который с кинокамерой прошел всю войну, который был контужен, ранен, после войны, он старался так же снимать правду, а не ту показуху, которой мы занимались. И первый раз я снимал картину, он специально эту картину снимал черно-белую. Я был у него оператором. Я снимал красивые фотографии. Он мне всегда говорил, «Кахамонин». В фильме нельзя снимать отдельные кадры. А надо снимать мыслить эпизодами. Практически он, меня и многих операторов на студии кинохроники узбекской научил мыслить. Знаешь? Удивительно правдивый человек был. Принципиальный, принципиальный. Да, вообще, я не знаю, он мог на любом просмотре встать и сказать «плохо». Это все вранье. Мы тогда снимали фильмы в 80-х годах. Охлопки много фильмов было, потому что наш, Петяк-Секар Рашидов, всегда показывал, что это из кубика большая, охватковая. Ну, я работал с таким известным режиссером, как Малик Карилов. И мы всегда, когда снимали на хлопковом поле, на большом хлопковом поле работают обычно два комбайна. Мы ставили шесть комбайнов с этой стороны, шесть комбайнов с этой стороны. И делали такую баталию. И вот Малаку, хотя мог на просмотре встать и сказать, «Все это вранье, все это показуха». В какой стати комбайнер у вас сидит в галстуке? Потому что там пыль, грязь. Удивительно порядочный человек был. Удивительно порядочный, взрывной. Но он нас научил мыслить. И все фильмы, которые я с ним снял, для меня они как для ученика учебник, как букварь, понимаете? Я работал на многих с ним фильмах, но я помню, значит, первый фильм это было «Испытание». О мальчике, который занимался... Он был... Позавал газету газетам тезки. И вот он как-то пришел на студию и пожаловался, что его вот там то газеты не дают, то еще что-то, то еще что-то. И Малаку, хотя взялся за этот фильм для того, чтобы показать вот эту правду, что вот молодого парня, который хочет работать, умеет работать, заставляет делать другие дела. И мы снимали ее в черном... Эта картина не сохранилась. Я ее искал, я не мог ее найти. Это была прекрасная черно-белая картина. Прекрасная с ночными съемками, утренними съемками. А потом я снимал вторую картину с ним. Документальная картина называлась она «Каршинский репортаж». Это была уже моя первая широкоэкранная картина. Широкий экран в свете о тружениках в Кашкадаринской области, как они строили насосные станции от Амузу Харского канала, выше сюда, значит, в «Каршинскуйске». Все фильмы, которые он делал, они все были конфликтные. Потому что в то время на студию с кинохроникой таких фильмов не снимали. Это, во-первых, было новшество, понимаете. Во-вторых, они говорили, рассказывали правду. Но это не вся правда нужна была. В Бухаре, в Кене жил старик, отшельник. Когда мы приезжали в Бухару, он мне всегда говорил, поедем к отшельнику. Он меня познакомил с этим русским стариком, длинной бородой, удивительно красивый человек. Это был Юренев. В 1966 году отец снял документальную картину «Седые холмы Афросиаба», посвященную открытию в Самарканде раннесредневековой настенной живописи. Обдуваемые ветром безмолвные холмы руины городища Афросиаб видели моего отца, а теперь наблюдают за мной. Имея безусловно художественную ценность, живописи Афросиаба известны еще и тем, что в ней запечатлено посольство из Чаганиана, восклавляемое послом по имени Пухарзаде, который в VII веке был отправлен предками таджиков к садийскому царю Вархуману. Значит, мне он очень интересную историю рассказал про дом Джурабека Аравуа, где он родился, где он вырос. Вот потом, когда наш эмир сбежал из Бухары, когда пришли сюда русские власти, они не сопротивлялись, они добровольно все богатство сдали, начали учиться в советских школах, в советских вузах, вели советский образ жизни. И в 1976 году, когда был землетрясение в городе Бухари, а именно в Газли, он был командирован в городе Газли, снят документальный фильм про землетрясение в городе Газли, Бухарской области. Его, для его удивления, неожиданно пригласили работники органов, посадили с собой рядом, показали на столе много драгоценностей, украшений. Это несколько килограммов, я думаю, больше 10 килограммов, если я не ошибаюсь. Это было украшение одной женщины. Это в комплекте все было. На каждый день случай для красных торжествов женщина, в то время богатые люди имелись только украшения. Ему когда показали, сказали, вы это изделие узнаете? Он сказал, нет, я не знаю про это изделие. А вы знаете, что это изделие от ваших родителей осталось? Он сказал, нет, я не знаю. Он удивлялся и возмущался, что за вопрос. тогда ему сказали, вот когда мы здесь ремонтировали дом вашего дедушки, между вот этими окнами, в сундучке вышло вот это изделие. Он сказал, что я про это не знал, понятия не имею. тогда ему сказали, вы бы хотели это иметь, это стоит столько-то рубля, это очень большая сумма была в советских рублях, но я боюсь давно очень было цифру назвать боюсь, но это для того времени мне кажется было большое состояние, трудно мне сказать цифру назвать. он сказал, что нет, это изделие меня не интересует и для меня никакой ценности не представляет. Сказал, да почему не представляет ценности? Это же достояние целое состояние человеческое. Он сказал, нет, я с малых лет, с юных лет учился в советских школах, получил образование, работал, получил звание, и до сих пор я имею большие награды от Совета Союза, а это ценности для меня ничего не значит. Вот такой был у него разговор с работником. Да, его попросили снять, где его это нашли, в каком месте, с какой стены обвалился, кто нашел, что нашел, почитали сколько стоить, сколько единиц, сколько стоимость, примерно почитали, откровенно говоря, но это никакой интерес не проявлял, как богатство. Он считал свою работу, богатство и вот это, то, что он сегодняшним занимается. я говорю, что вот мои встречи, Мандуку Кадырович, они произвели на меня тоже большое впечатление, и когда мы с ним встречались, и один-один часто, он мне рассказывал историю своей жизни, историю своей семьи, это было очень интересно, он рассказывал, ведь его отец был, вы знаете, Крузничий Менер Бухары, самый богатый человек Бухары, Арапов, это личность, о которой писали в романах, и все, это его отец, я когда узнал и думал, как совместить с этим простым человеком в обращении вот так вот просто одетым, у него никакого не было забедения, он с любовью рассказывал о жизни своей 20-30-х годах, потом он пошел на началась война Великого Отечественного, которую сейчас предпочитать называть Второй Мировой, вот, он мне рассказывал о том, что как война, воевали, как жили сандаты, как офицеры, вот, знаете, он был, я бы сказал, какой-то очень человек, очень такой очень оптимистом и очень я помню у вас в доме эпизод, когда он мы вот ползали, ну, брились ко всем ушли, и он ладонью брал мыло и намазал все не этим кисточкой, кисточкой, я говорю, Москва, указывает, а он говорит, так это лучше, Эдик, Эдвард, он говорит, это потому, что это лучше впитывать, я говорю, знаете, с тех пор и до сих пор вот так по методу Маврскую Кадыровичу бречь, как мне помнишь, он сказал, что он на фронте научил, вот это вот, там некогда было, эту кисточку разводить, сразу иногда какие-то праздники он организовал, встречи, там в сборочи мы сидели, очень интересный человек он во всех мероприятиях участвовал в выставке, чья-то творческая выставка, ну собрание советского художника специально приглашали его, потому что он как фронтовик и как активист, журналист, киножурналист. Однажды пришел, мне позвало срочно приходи домой к маме к подруге, у нее день рождения или какой-то праздник, какое-то мероприятие, короче, под его домом сюда магазин был, рыба, живая рыба, давай, говорит, живая рыба и почистим, только внутрь, внутрь убрать надо, он через ташкен в Душанбе вот эту рыбу отвез, вечером опять вернулся, звонит мне мастерской, раньше у меня мастерская рядом с Шахлиндой был, художествен керамик, цех художествен фонда вот, и он зовет, давай, немедленно приходи, я уже вернулся, говорит, все, нормально было, отлично, хорошо, сделал, помог, ты, спасибо тебе, аэропорт, Самарканда, Ташкент, через Ташкент душами улицы, какой он был горячий, такой, эмоциональный мужик, да, искренний, самое главное, что если планировал, пока этот не добьется, он не останавливается, вот, интересный человек, он очень четко остался в память, этого человека вообще невозможно забыть. начиная с 1980-х годов, отец, чтобы увековечить имя погибших фронтовых товарищей, стал добиваться присвоения Владимиру Сущинскому и Николаю Быкову, напарником которых являлся звание Героев Советского Союза, а затем и России. Одновременно он способствовал в память о фронтовом кинооператоре Кинани Кутубзаде, чтобы его легендарная кинокамера была передана в Самаркандский историко-культурный музей-заповедник. Отец уже жил в Самарканде. За большой вклад в развитие документального кино ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Узбекской СССР. По-моему, это было в начале 80-х годов и в конце 70-х. Это у него зародилась идея снять фильм о Девине Баксе. Это очень для меня было памятно. И я в это время копал раскопки в Дервенче. Это деревня Дервенче, Солжандарин, область на границе Касказа и Солжандари. Это узловой пункт. Там находятся знаменитые жилетные ворота. И там же мы начали съемку фильма. этого. В первую очередь Моноскул Кадыров снят замечательный пейзаж. Вот я до сих пор прямо перед глазами у меня стоит замечательный пейзаж Бакси. Северной Бакси. Горные вершины. И такой съемки потом я никого не видел. Ни в одном фильме не видел. У него это так здорово получилось. И мы весь следующий день посвятили съемки фильма стены, которая ограждала Бакси от обе горкотельников. начиная с единистического времени, со времени уже Антиоха Великого Саикистского царя. И она сейчас очень широко известна, широко опубликована во многих литературе во всех и Заруберна, и Отечества. А тогда она только-только об этом начинали. Она в фильме, а потом мы снимали, сняли Дербен, там вот замечательные горные пейзажи, и доехали до Тормезы. И там Тормезы мы снимали замечательный комплекс буддийского монастыря, пещерного, Каратэпэ. Это тоже один из величайших памятников буддийской культуры, на котором раскопки были начаты еще в начале 60-х годов экспедиции Савистского. Каратэпэта Ви Гомси назывался Хадывака Вихара, то есть царский монастырь. Сценарий, насколько я сейчас помню, писал сам Молотков Кадырович. И вот наши беседы, я помню, что он мне показывал сценарий, и мы по сценарию вместе с ним проходили. Проходи с самого начала до конца. И там вот второе дело, какие-то замечания, которые надо было исправить, потому что там приведена не та дата, не тот век или еще чего-то. Это естественно, потому что он был очень подготовлен к этому, и поэтому фильмы его, они исторически очень реальны, правдоподобны, понимаете? Хотя масса гипотез, масса всяких есть событий, и в цивилизациях, и это. Ну, у него вот как-то он умел находить вот это. А Каратыра много фильмов снимал. Ну, вот как Молотков Кадыров снял, это не какое-то привзятое мнение. Это мнение специалиста, в первую очередь. Которое посвятил Бакси. Я вот Бакси сейчас вот как-то сидел здесь. Уже 52 года. 52 года я веду свои раскопки и начинаю с Хатына Рабаза. Почему? Эти фильмы надо бы реставрировать и снова показывать. Лучше. Вот за годы прошедшие, уже больше 3 лет, никто не снял таких фильмов. Никто. Я знаю кого-то съемки, очень многие снимают фильмы. И в Узбекистане, и в Узбекистане. Но ничего подобного я чего-то не видел. Я сейчас дверь закрою. Хорошо. Видите, я сейчас буду снимать, я просто дверь закрою тогда. На двух километров. Спасибо. Мое первое знакомство с Молотков Кадыров состоялось в 1985 году. Я приехал в Самаканд посетить родителей, как обычно всегда, к праздникам в свободное время. И нашел время искать Молотков Кадыров. Я знаю, что он в Самакандре живет. Дело в том, что в Душанбе начали готовиться к изданию энциклопедии таджийской литературы и искусства в трех томах. И арабов Молотков Кадыров должен был войти в первый том. Я вот с этой поездкой из Душанбе в Самаканд тоже поторопился, потому что скорее и скорее хотелось бы с этим человеком встретиться. Я знал о Молотков Кадыров еще до этой поездки. Дело в том, что, ну как киноведу, кинокритику, часто мне приходилось и в Ташкенте побывать, смотреть фильмы и документальные картины, конечно. В Душанбе по Ташкентскому каналу я очень многие вещи смотрел. И обязательно среди них были картины Молотков Кулака. Картины, которые он снимал и как оператор, и которые он снимал как режиссер. Потом узбек фильм. Это целая большая полоса в творческой биографии Молотков Кулака. Здесь тоже были картины очень сильно заметные. Понимаете, мы вообще в советском кинематографе, не только в узбекском. Например, «Иду к ТВ Бухара», это газопроводная трасса. Тогда построили вот такую трассу для обеспечения газа. Это большая социальная проблема была. Вот «Бухара», потом еще другая картина. «Бухара Урал», по-моему, так называется фильм. Если вспомним, какие фильмы были созданы, скажем, азербайджанскими документалистами, туркменскими документалистами и русскими. Например, повесть о нефтянях Каспия. Вы, Шарафат, помните эту картину. Работы Молотков Кулака в Узбекистане были на этом уровне. Просто мне кажется, может быть, я очень субъективно думаю, субъективно говорю, но в чем-то отношение к Молотков Кулака вот в отселях его произведения было не очень правильным, не очень объективным. Например, в наградах, в вопросе наград тоже, премии там, допустим, участие в его фильмах в конкурсах, допустим, да, все. В то же время фильмы, которые делались на других студиях, получали очень хорошие призы, премии и так далее. Я хочу вот это особенно отметить, потому что где-то, в какой-то мере, такое отношение было и там на таджик фильме. На таджик фильме. Поэтому он дважды с обидой ушел из киностудии. Дважды. После войны, в 43-м, в 46-м году ушел. И в 62-м году. Я говорил о появлении Молотков Кулака. Вот третий раз уже на студии Таджик Фильм. Вот то, что у него был такой опыт прекрасный, и фронтовое кино, и чисто документальное, и на Свердловской Узбекистане и так далее. Вот для молодых кинематографистов это было очень хорошей школой. Я видел, я знаю, многое учились у него, получали от него, так сказать. Просто посидел с этим человеком, ветераном документального кино, само по себе это было интересно. Я так думаю, что для работ многих молодых кинематографистов Таджикистана есть ощутимое такое влияние Молотков Кулака. Еще один момент я хочу подчеркнуть. Молотков Кулака очень любил свою землю. Он был просто, можно сказать, это не громкие слова, но преданным сыном своей родины, его родина Бохара, безусловно Самакан, все потом Душанбе. Поэтому большая часть его картин посвящена именно тематике истории этих городов, культуры этих городов. Таджикистан В 1987 году отец возвращается к работе на киностудии «Таджикфильм», в которой создает фильм «Открытие у Струшаны» о средневековом замке на горе Му, вблизи города Истровшан. В феврале 1992 года в Вашингтоне произошла историческая встреча советских фронтовых кинооператоров и их американских коллег, которые снимали Вторую мировую войну. Эта встреча ознаменовала собой сближение постсоветской и американской кинематографии и в целом была приурочена к первой международной конференции фронтовых кинооператоров под девизом «Как мы смотрели друг на друга» в годы Второй мировой войны. Конференция была организована Международной ассоциацией фронтовых кинооператоров. Я был председателем союза кинематографистов в Москве и ко мне пришли двое с идеей, чтобы намечается поездка фронтовых операторов в Соединенные Штаты, и они хотели, чтобы я возглавил делегацию. И мне кладут, кто поедет. Я смотрю, значит, в списке Акейма Матху. А у тебя эти фотографии есть? Два от Бога. Да. Там одна фотография должна быть мы вместе. Есть такая фотография? Мы сидим, кажется, на скамейке в аэропорту. Вот я помню, что одна фотография... Я еще специально смотрел, а где-нибудь мы ездили. Вот это как раз тогда, когда нас катали на... Я сейчас не помню. Это вертолет был. Да. На вертолете, но это был маленький вертолет, поэтому нас порциями. То есть не всех сразу, всех вместе. Кто-то летал, кто-то еще был на земле, потом этот приземлялся, нас сажали. Партнерами были эти ассоциации кинооператоров. То есть внутри гильдии кинооператоров были еще фронтовики кинооператоры. Я помню, что в паузах с ним просто расслаблялись, садились рядом и общались. И на самые какие-то темы, которые нам даже на киностудии во время работы в кино вообще не приходилось. Мне сейчас трудно вспомнить именно о чем, но я помню, что я какую-то радость вынес от того, что слава Богу, что я поехал. И мы имели возможность. Вот просто я его расслабленном состоянии никогда не видел. Он был все время как натянутые напряженные мышцы. А там мы расслаблялись, вспоминали то, вспоминали то. Ведь по сути он меня не знал. Он меня знал так с внешней стороны, я его тоже. А так мы говорили о том и о Бухаре говорили, о Таджихе говорили, о нашей истории говорили, о современности говорили, о будущем говорили. Круглый зал в Союзе. Если не в домике, то в Союз поднимались, вот там мы сидели, разговаривали. Кто полчаса, кто 15 минут, кто часок посидит. Потом люди шли на студию. Было тревожное время. Но мы морально старались людей поддерживать. Я помню, твой папа сказал, Союз работает, работает. Все, значит я пошел дальше. Я пошел на студию, я пошел работать. А Союз-то находился в эпицентре всех этих событий. Надо обещать. И мы работали. У вас чудо. Какие использовались эти конференции? Я не знаю. Одна эта конференция в этой стране. Много времени. Цена и другиеë美國 во время. В Саиле Акс, Амадарья, Музафат и Бухара, Баракшар, Туркестан и Шарли. Мы из Ассии, в Кормах Минбададе, они нахои кахои Айону Ашраф в Европе. Базовый алиман Гузбек Эдвард Редвиладзе и Тельман Хаджиев в тарифе Италии ручно выдастся. Нет, он не позвонил, а он был в Ашкенте, приехал ко мне домой и говорит, вот я хочу снять фильм, вообще он, об этом замечательном народе, загадочном народе, который назывались авториты и иной интерпретации белой гуны, которые создали огромное государство и которые оставили замечательные памятники на территории Узбекистана, юга Актаи и Таджикистана. И вот в один из дней, я помню, по-моему, это была осень, я приезжал в Душанбе, мы с ним, я у вас тогда жил, вот, и мы с мамой Аткул Кадыровичем вот снимали этот фильм. А нет, фильм снимали мы раньше, извините, а вот когда я приехал, был уже показ этого фильма, он показ был в доме кинематографистов, вот, и он был показан тоже и встеричен, но вот всеми присутствующим там с большим интересом, очень, потому что фильм был очень яркий, очень интересный, а снимали мы с ним давно, еще до этого, и снимали мы на юге Узбекистана и в Таджикистане, многие памятники объездили, снимали, я помню, что и были мы и в Курябе, и в Альжина ТП, и в Ахской долине, в Фергане, да, были, мы на юге, в Шорхандарье мы были, мы снимали вот эти, в Баладык ТП, где найдена замечательная рослищ, это, ну вот, это, эфтолиты это очень, как бы, выражают загадочный народ, до сих пор существует дискуссия в вопросе о их происходении. Одни ученые считают, что они пришли из восточного Туркестана, а другие ученые, начиная с вот японского такого ученого, как бы, в Янаоке, он высказал, что рисожение, что ниоткуда они не приходили, они были горцы, по-русски, они были, они были, они, 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 Катасан, Ахидеи Худро, Азбойся Хайтодион и Бросдоши. Да, это, конечно, вопрос очень сложный. Мой знакомый и покойный профессор, всем известный профессор. Эта ситуация очень сложная. Мой профессор Еноке, который в целом жизни в этой ситуации участвовал, он не обеспечивает имя Хайтодионов, но не обеспечивает имя Хайтодионов. Что я знаю, именно это? Я даже прекратил свой взрослый сочет, в самом конце жизни. Но я думаю, что это отличие. Италия из Синьцзяньи Горби в Астаме Гомодране. Этноделези он хочет. Асосим милят, вагомонам у него халки ирония. Завон Ашунчи. Асосан завон и форси, шарпи, марзион. Италия из Синьцзянь. Италия из Синьцзянь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он говорил, что То есть тот человек, который не оставляет среда, он грош ему цена Обожаемый Капуше оставил огромный исторически важный след от аджика Большое ему спасибо Уже на сессии Верховного Совета в Москве Я тогда снимал фильм «СССР. Братство народу» Я верю, и сейчас верю, что единственное спасение для нас и сейчас это братство наших народов Хоть в СНГ или где угодно, в каком союзе конфедерации не были бы, надо любить друг друга Я делал этот фильм И на сессии Верховного Совета вдруг встречаю Бабу Жангапуше Он шел один, ни с кем не общался, чем-то был огорченный Там были наши руководители, но к нему почему-то не подходили И он увидел меня Это было в 1969 году Он увидел меня, говорит, Матков, вы что делаете здесь? Я говорю, вот снимаю фильм «СССР. Братство народу» Очень хорошо Может быть, когда-нибудь, хоть меня никогда не снимали Может быть, на этот раз меня снимите Я говорю, пожалуйста, Баба Жангапуше Что вы? Когда началась сессия, депутаты сидят Он сидел тоже Я его снял Это остался кадр фильма Фотографии я дал академику Мухтару для его книги Не знаю, отпечатал, не отпечатал Но он там есть И третья встреча у меня была уже, когда он был болен Он приехал из Москвы тяжелый больной И виду никому не показывал Он лежал в палате на даче Совета Министров Я тогда занимался миниатюрами Увеличивал их, цветные дела Одну отобрал и вместе с дядей своим Его зятем Мы пошли к ним проведать Подождали минут 15, пока он вышел Вышел он совсем другой Никто бы не сказал, что он болен Он даже виду не показал, что он болен Хотя был очень тяжело болен Одетый Прихорошился Увидел меня, поздоровался Я ему подарил Он говорит, вы еще художник? Я говорю, какой там художник? Я просто, это хобби мое Я решил вас чем-то обрадовать Он обрадовался Вы пожелали другу всего наилучшего И на этом и расстались И последняя встреча была уже на похоронах его Я приехал из Ташкента И его гроб стоял В зале психозного института Операторы телевидения готовы были снимать Вдруг я смотрю, операторы все снимают Аппаратуру себя светит, убирают В чем дело? А, знаете, вот руководство сказало не снимать Как не снимать? В Ташкенте в таком положении был Усман Юсупов, директор совхоза Известный человек Когда были похороны Знаете, весь Ташкент поднялся на похороны Весь Узбекистан поднялся А здесь такого человека Даже не хотим снимать Я говорю, а ну-ка дайте мне камеру Если спросят, скажите Оператор приехал, арабый из Ташкента Он снимает И я таким образом снял весь процесс похора У меня есть предложение Выключить, да Перед тем, как отца не стало Он успел закончить киносценарий По мотивам воспоминаний Садридина Айни Сценарий назывался «Луна над безмолвием» Во время войны, если фронтовой кинооператор Оказывался ранен при съемке То его напарник поднимал камеру И завершал начатое им И я опустилась на поиски Мазара Описанного в сценарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok